Всем доброго времени суток! С вами Сальная Машина и сегодня у меня для вас новости на 11 число 12 месяца 2019 года. И теперь официально было заявлено, что прайм доступ Ивары будет запущен 17 декабря. Содержимое не стало сюрпризом, плюс ничего внезапного туда не добавили, потому что в следующий вторник мы будем фармить Ивару, Базу и Оксомати Праймы. Для донатеров при покупке будут прилагаться бустеры кредитов и синтеза. В этот раз обошлось без экспериментов в виде бустера модов. Единственное, что точно нужно сделать перед фармом праймшмота, это заранее убить Лича. Ведь если забудете, то потом не жалуйтесь, что вас угнали прайм вещи. Далее по новостям. Официальный твиттер Варфа опять чудит. На этот раз аватарка и задний фон были изменены на вот это изображение космоса. Все больше и больше у нас имеется странных намеков перед анонсом в рамках Game Awards. Будем надеяться, что мы не будем разочарованы. К тому же в одном из недавних твитов Ребекку упомянула режим Сталкера. Увы, судя по контексту, данное упоминание было в качестве шутки. Но быть может, что режим Сталкера не был полностью забыт, хотя уже какой год его не вводят. И под конец, некоторые игроки, подводя преждевременные итоги года, обратили внимание на статистику игроков Варфа в Стиме в этом году. И имеется у нас занятный факт. Только 3 месяца из 12 были положительными для прироста игроков. Личем марте, июле и ноябре. Все остальные месяцы популяция игроков стабильно уменьшалась до выхода крупного обновления. Если подумать, то подобная ситуация является закономерностью для Варфа. Игроков заманивают крупной обновой, но мало что их удерживает на срок дольше месяца. Однако в прошлом году Варф набирал популяцию в течение 5 отдельных месяцев вместо текущих 3. Но если вы думаете, что выход Эмпераем может изменить ситуацию, то напишите об этом в комментариях. Однако от меня на сегодня уже всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.